Инвестиционные идеи По мнению Андрея нужно покупать акции энергетических компаний и давайте послушаем почему. Инвестор с фундаментальной точки зрения достаточно недооценен. По многим видам компаний мы видим улучшение финансовой ситуации. Вместе с тем, поскольку до конца инвесторы не верят в успешность проводимых реформ в электроэнергетическом секторе, взгляд на него достаточно пессимистичен, что приводит к коррекционному движению. Так, с начала года данный сектор упал на 15-20% по большинству эмитентов. Поэтому с нашей точки зрения точка входа на год-два с горизонтом инвестиций представляется достаточно интересной и по сути говорит о невысоком потенциале падения. Я считаю, что субсектором, которым является наиболее перспективным, является генерирующая компания. И генерирующая компания как ОГК, так и ТГК. Интересным вложением являются ТГК-1, ОГК-4, ОГК-2, ОГК-6. Вот так. Я думаю, что если на горизонте год инвесторы увидят доходность в районе 25-30 годовых, это будет вполне нормальная доходность для того, чтобы ее фиксировать. Скорее всего, все негативные сценарии уже отражены в ценах, поэтому я бы в данном случае говорил бы о том, что падение может вызвано быть только глобальными событиями. То есть общим негативом в отношении рынка акций, общим негативом на развивающихся рынках. Относительно защитная бумага с хорошим потенциалом роста. Но с хорошим потенциалом роста в период, ну, год, скажем так. То есть не надо ожидать резкого роста, например, по осени. То есть он может быть, но может и не произойти. Ну, собственно, идея состоит в том, чтобы купить с горизонтом инвестирования первым год акции энергетических компаний. У инвесторов сейчас есть большие сомнения в том, что реформа энергетического сектора будет успешна. И эти сомнения отражены в текущей стоимости бумаг, которые, в общем-то, низка. Эти акции упали с начала года на 20%, гораздо сильнее, чем индекс. И, собственно, все плохое, что может с ними случиться, уже есть в цене. Между тем, собственно, в ближайшее время могут произойти сменения к лучшему. Почему инвесторы сомневаются в реформе электроэнергетики? Да потому что правительство не дает индексировать, увеличивать цены на электроэнергию. Собственно, уже и по текущих ценах спрос на электроэнергию для промышленных предприятий начинает снижаться. Все большее число компаний создают собственные энергомощности и отказываются от таких традиционных поставщиков, как ОГК и ТГК. С чем это связано? Почему такие высокие цены в России для промышленных потребителей? Потому что за счет цен для промышленных потребителей субсидируется население. И вот понятно, что нужно увеличивать тарифы для населения для того, чтобы снизить тарифы для крупных промышленных предприятий. Собственно, что позитивно, естественно, скажется на выручке энергокомпаний. Понятно, что до выборов никто не будет увеличивать тарифы для населения. Ну и, собственно, могу предположить, что горизонт через год – это горизонт послевыборный, когда можно будет принимать уже непопулярные решения, которые, конечно же, могут дать серьезный толчок акциям энергетических.